МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рождество, ель, трагедия. Дорожно-транспортное происшествие в Полоцком районе. Проснулся в бильярдной. Менчанин совершил преступление, которое даже не планировал. Охота на медведей. Возле главной елки Гродно за 15 минут произошли два преступления. По факту убийства. Предместе Жодино, недалеко от деревни Поддубье, в зарослях найден мертвым 50-летний мужчина. Колоторезанные раны на теле сразу указали, что его смерть носит криминальный характер. Труп обнаружили вот на этом месте. До ближайшего жилого дома около 500 метров. Обстоятельства страшной находки пока не оглашаются. Недалеко расположена тропа, по которой жители деревни ходят на железнодорожную станцию. Возможно, кто-то из них и наткнулся на тело. Оно уже опознано. О жертве преступления сообщается совсем немного. Был жителем Жодино. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативной группой с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории осмотрено место происшествия. Изъятые следы и предметы, имеющие значение для установления обстоятельств совершенного преступления. Стрельба средь бела дня. Новогрудский район. Громкие звуки всполошили всю небольшую деревню Куровичи. В 14 часов 22 минуты один из жителей позвонил спасателям. Денис Нозиков чувствовал себя в этот день неважно. Накануне посещал Зубнова. Плохо спал ночью. Вот и задремал в обед, когда боль немного поутихла. А разбудила его уже другая беда. Он с просонья не сразу понял, какая. Соседний дом уже вовсю пылал. Соваться внутрь было слишком поздно. Сейчас Денис вспоминает, что 51-летний сосед Мирослав заходил накануне вечером. Обычно побеседовали. Как принято говорить, в таких случаях ничто не предвещало беды. Тело Мирослава спасатели обнаружили в сгоревшем доме. Лежал на полу у печки. Возможная причина пожара – неосторожное курение. Ночь, молодежь, БМВ. Полоцкий район. Пока неизвестно, куда направлялись молодые люди в столь поздний час. В машине их было четверо. За рулем владелец иномарки 21-летний новополочанин. Рядом его 17-летний сосед и две девушки. Одна 19-летняя из Полоцка, другая из расположенной рядом с райцентром деревни. Ей 20 лет. 117-й километра автодороги Витебск-Полоц, граница Латвии. Вот на этом месте произошло непоправимое. О случившемся напоминают обломки автомобиля и рваные раны на деревьях. Эти ели, вопреки новогодним правилам, принесли не радость, а горе. Рождественская ночь у БМВ почему-то съехал с дороги. В результате чего совершилось столкновение с придорожным деревом. Пассажиры, которые находились в автомашине, получили телесные повреждения. Один из которых скончался на месте. Погиб 17-летний парень. Остальных скорая помощь доставила в Новополоцкую городскую больницу. В пятом часу утра. 21-летний водитель был в тяжелом состоянии. Закрыта черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки с ушибом легкого, множественным переломом ребер. Также дезагностировано повреждение шейного, поясничного, грудного отдела позвоночника. Девушки будут залечивать свои травмы в Новополоцке. Сейчас они находятся в хирургическом отделении. Нежелательный сосед. Минск. Эта история могла приключиться где угодно. В любом многоквартирном доме, где найдется человек, пренебрегающий нормами поведения. Надеемся, наш следующий рассказ заставит серьезно задуматься и научить правильно реагировать, чтобы не допустить большей беды. Это касается и соседей, и тех, кто по долгу службы обязан следить за общественной безопасностью. Улица Карла Липкнихта. Дом 84, корпус 1. Житель второго этажа долгое время докучал соседям своим поведением. Выжил из квартиры собственную мать. Женщина буквально сбежала к сестре. Нерадивый сын устраивал на захваченных квадратных метрах приемы. Для таких же темных личностей. У него домофон не работает, поэтому они стоят под окнами и кричат, Димон, открой. У него ребенок спит, а они вот так вот кричат. Я один или два раза вызывал милицию уже. Дмитрий живет прямо над нехорошей квартирой. Вмешательство милиции радикальных перемен не принесло. Компания затихала на время, пока люди в форме находились за дверью. Основания ее взламывать не было. Частная собственность. Наряд уезжал и все повторялось. Хозяйка квартиры исправно оплачивала коммунальные услуги. Ее сын продолжал вести свой странный образ жизни. У него любимая обувь – это шлепанцы. Он до сих пор ходит в шлепанцах, в какую-то, не знаю, что-то, какую-то шубу накидывает на себя. Ну, ему ровно до магазина и обратно. Привычный бытовой кошмар соседи переживали и вечером 21 декабря. Шумную компанию пытались урезонить лично и с помощью милиции. Те после полуночи вроде успокоились. Правда, для того, чтобы среди ночи вернуться с небывалым переполохом. Около 4 часов утра сосед по лестничной площадке услышал из нехорошей квартиры звук пожарного извещателя и вызвал спасателей. Пока не ехали, я уже услышал, как он вышел из квартиры и вместе с ним клубы дыма. То есть сразу стало темно здесь. Он вылез, потом и свою эту женщину, ну, тоже алкоголичку вытащил. Им было плохо, да, они затошнили все на свете здесь. Да, они просто вышли, никого, конечно же, не вызвали. Скорее всего, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Вечером компания курила на балконе и в примыкающей комнате. Дымили так, что срабатывал пожарный извещатель. Кто-то снял его и перенес из комнаты в прихожую. Благодаря этому сигнал услышал сосед по лестничной клетке. Если бы не эти случайности, все могло закончиться намного трагичнее. В квартире сверху спали три человека. Супруги и их восьмимесячный сын. Жена проснулась, говорит, горим. Потому что там уже был сакон, видны языки пламени. Паника дичайшая началась. Я даже перепутал и позвонил в 03, хотя всегда в голове, всегда в любой непонятной ситуации звонить 112. Даже не важно, милиция, пожарная и так далее. Диспетчер МЧС велел семье найти более безопасную комнату. Дышать через влажные тряпки и ждать помощи. Вскоре ребенка и его родители через задымленный подъезд эвакуировали спасатели. Взяли ребенка, надели на него маску. Я не помню, или один, или два ушли. Но потом они вернулись. Буквально минута-две надели на жену маску. Мне сказали приложить полотенце и держаться за спасателя. И вот так вот по цепочке вышли. Все трое вроде бы чувствовали себя неплохо. В больницу согласились поехать из-за малыша. Впрочем, врачи сразу успокоили. Ян в порядке. Там же в больнице встретили злополучного соседа. Тот находился в привычном для себя неадекватном состоянии. Поздравлял всех с Новым Годом. На следующий день, прошу прощения, после пожара, он из больницы босиком в бахилах через весь город пришел. Пытался спасать квартиру. Не получилось. Обмочил весь подъезд. Потом поднялся к алкашу, его товарищу, в 48-ю квартиру. Они там напились. Он спустился пьяный, отребованно стучался во все квартиры. Может быть, попутал, где его. Получается, что ночной кошмар для соседей еще не закончился. Приемы возобновились. Почернивший интерьер этому не помеха. Вернувшийся в квартиру Дмитрий не перестал ни пить, ни курить. Неосторожное обращение с огнем при курении является одной из самых распространенных причин пожаров в жилом секторе. Поэтому в таких ситуациях люди, которые ведут социальный образ жизни, безусловно, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих соседей. Праздник оказался под угрозой. Слудский район на трассе Р-23 вблизи деревни Леньки произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус вез детей на новогоднее представление. Ситроен Берлинго выезжал с авторостепенной и не уступил. Водитель автобуса и пассажир легковой машины получили травмы. Дети не пострадали. Для них было срочно выделено запасное транспортное средство и автомобиль сопровождения ГАИ. На праздник школьники добирались уже с эскортом и не опоздали на представление. Дичь какая-то. Весь декабрь леса Беларуси тщательно патрулируют. Есть повод. В Ивацевичском районе инспекторы природоохраны проверили облавную бригаду. 14 человек. Подстрелили трех косуль. Вот только разрешение было на двух. Материалы переданы в Следственный комитет. И это не единственная особенность национальной охоты в зимний период. Ну давай вкратце. Фамилиями, отчеств, откуда. Ну достаем потихоньку. Витебская область. Верхнедвинский район. Это не частный УАЗ. Принадлежит местному охотхозяйству. Машину инспекторы остановили для проверки. Водитель сильно смутился, когда дошло до осмотра салона автомобиля. За рулем был егерь. И он перевозил мясо дищи, на которое у него отсутствовали сопроводительные документы. Егерь сказал, что это мясо лося, которого недавно добыли на охоте. Но, как выяснилось, на самом деле это было мясо дикого кабана. Голову и шкуру этого животного нашли в хозпостройке недалеко от охотничьего домика. Как добывал сикача и какие блюда планировал приготовить к новогоднему столу, незадачливый егерь теперь объясняет следователям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 20 и 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконная охота. В настоящее время он допрошен. К нему применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Ранее мужчина судим не был. А это уже Минский район. Лес недалеко от деревни Дубицкая-Слобода. Инспекторы природоохраны проверили загонную бригаду. Восемь человек. Как и положено в сопровождении егеря. Есть разрешение на добычу молодой косули. В рюкзаке разделанная туша. Выдала нарушителей голова животного. Было видно, что это взрослый самец косули, который уже сбросил рожки. То есть по следам на черепе было понятно, что это не косуля сигалеток. Это, конечно же, нарушение. Более того, когда инспекторы осматривали местность, где проводилась охота, то нашли останки еще двух косуль. И в незаконной добыче этих животных заподозрили ту же охотничью бригаду. Все вопросы отпали, когда инспектор заглянул под егерский УАЗ. За колесом прятался еще один рюкзак. В нем находились разделанные туши. Добычу взрослого самца вместо молодой косули еще как-то можно было объяснить невнимательностью. Второй рюкзак кардинально изменил статус бригады. Из охотничьей на браконьерскую. До 31 декабря на территории Республики Беларусь пользователи охотничьих водей проводят загонные охоты. По этой причине государственная инспекция с целью осуществления контроля данных охот проводит массированную отработку охотничьих коллективов, охотничьих бригад, осуществляющих такую охоту. В стоящее время охотничьи бригады, которые охотятся, должны иметь ряд документов разрешить. За три недели декабря инспекторы природоохраны проверили сотни загонных бригад. Выявлены десятки нарушений, по трем фактам были возбуждены уголовные дела. Опознал, сообщил, помог задержать. На прошлой неделе в столице произошло резонансное преступление. На улице Космонавтов средь бела дня была жестоко убита женщина. В ходе расследования милиция установила подозреваемого, ранее уже судимого за убийство с особой жестокостью. Очевидно, что задержать его необходимо как можно скорее. И помог в этом житель Минска Евгений Пупкевич. Он опознал подозреваемого по публикации о розыске, сообщил в милицию и сопровождал до прибытия группы захвата. Евгений стал почетным гостем студии «Тревожные кнопки». Телеканал ОНТ учредил премию «Гражданский поступок». Начинание поддержало Министерство внутренних дел. Решено, что это будет не разовая акция, а ежегодная традиция. Накануне Нового года ОНТ и впредь будет награждать за содействие органам внутренних дел активную гражданскую позицию и личный вклад в укрепление правопорядка. Благодарность такой формулировкой первым получил Евгений Пупкевич. К словам признательности нашего телеканала присоединились силовики. Скромный молодой парень удостоен почетного нагрудного знака от уголовного розыска и денежной премии от столичной милиции. Мы весьма признательны и благодарны гражданам нашей страны, которые не остаются в стороне и оказывают содействие органам и подразделениям внутренних дел в решении стоящих перед нами задач. Особенно, в первую очередь, тем, которые помогают решать задачи, стоящие перед подразделениями уголовного розыска. Медвежья услуга. Гродно. Возле елки на площади Ленина с разницей в 15 минут произошли два преступления. В обоих случаях предметом посягательства стали медведи. Некий юноша заметил, что продавец уличного павильона отлучился и тут же стащил из лавки игрушку. Плюшевого медведя. Приятель похитителя решил повторить подвиг. Впрочем, сделать это незаметно у него не получилось. За домиком парни стояли, потом украли одного медведя, пока мы отвлеклись на покупателей. А через 15 минут, пока мы думали вызывать, не вызывать милицию, через 15 минут второй парень вернулся и прям в наглую, даже по спине провел медведем, вытащил второго. Мы его пытались, конечно, догнать, но у нас ничего не удалось и сразу вызвали 102. Сотрудники милиции справедливо посчитали произошедшее преступлением против Нового года. Обоих парней нашли быстро. Одному придется отвечать за кражу, другому за грабеж. А медведи были похожими. Второй успел недолго побыть подарком. Юноша презентовал краденую игрушку знакомой. Работники торговли рассказали нам, что один из парней приходил под елку извиняться с конфетами. Плохая шутка. Борисов, 45-летний местный житель, изрядно выпил, после чего захотел кого-нибудь разыграть. Чувство юмора у мужчины оказалось настолько мощным, что милиции пришлось выставлять оцепление и вызывать саперов. Наряд департамента охраны патрулировал улицу Чапаева. Был первый час дня. Один из милиционеров обратил внимание на странного мужчину у дороги. Тот размахивал руками и явно пытался привлечь внимание патруля. Подъехали, он обратился, сказал, что хотел подшутить над другом. И в руке показал нам предмет, похожий на гранату в виде как РГД-5. Значит, сказал, что чуку вынял и где-то потерял и не может теперь ничего поделать. Начальник оперативно-дежурной службы Борисовского РОВД Юрий Зиньков лично выезжал на место событий. Там уже работали два патруля охраны. Выставляли оцепление, эвакуировали людей. Старший наряд общался с мужчиной, у которого в руке находился предмет, похожий на гранату РГД-5. Подойдя к данному мужчине, попытались объяснить ему, что ему необходимо передать данную гранату сотрудникам милиции. Однако, последний находился в состоянии алкогольного опьянения и не совсем адекватно воспринимал наши просьбы и требования. С трудом милиционеры все же уговорили мужчину отдать подозрительный предмет. Предохранитель зафиксировали скотчем, поместили под защитную каску и укрыли бронежилетами. Впрочем, это было излишним. В руках пьяного шутника оказалась граната для игры в страйкбол. Внешне точная копия боевой. Юмориста до утра определили в РОВД для прояснения сознания. Отложенная партия. Минск. В милицию обратился владелец бильярдной. Его сотрудники пришли утром на работу и обнаружили, что заведение обворовали. Пропало больше 8 тысяч рублей. Алкоголь из бара и мобильный телефон. Увидеть подозреваемого сыщикам помогли камеры наблюдения. На записи взъерошенный молодой парень по-хозяйски расхаживал ночью внутри помещения. С бутылкой в руке. Опрос персонала помог установить, как он оказался в бильярдной после закрытия заведения. Накануне вечером 24-летнего посетителя не пустили в заведение, так как он был сильно пьян. Он спустился на первый этаж, где уснул в фойе под лестницей. А ночью, когда клуб закрылся и работники разошлись по домам, он проснулся, забрал все деньги из кассы бильярдной, выпил и закусил в кафе и ушел, прихватив с собой. Последнее оказалось несложно. Наружная дверь открывается изнутри без ключа. Той же ночью парня задержали милиционеры на железнодорожном вокзале. Изрядно пьяный он пытался уехать в Одессу. О событиях в бильярдной еще известно не было, поэтому задержанного поместили трезветь в специзолятор. Отпустили после обеда. Вечером он опять пришел на вокзал с мечтой о Черном море. И вновь оказался в милиции. Только в этот раз его задержали уже по подозрению в краже. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы «После показа» на ОНТ доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Там же можно увидеть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Встретимся в новом 2020 году с наступающими праздниками. Следующий эфир тревожной кнопки утром в четверг 9 января. Смотрите нас в 7.05 и в 8.05. Дождитесь. Субтитры создавал DimaTorzok